здравствуйте давно хотел сделать такой сказать учебник не учебника посуде потому как играть на чашек на поющих чашек сказать что не только тибетский это было бы не совсем верно раз уж мы так и будет потому что чаши эти производили не только в тибете у нас установка сейчас кашмирские чаши чаши делают непали конечно сожалению сейчас непали трудно найти хорошие чаши моему опыту 11 лет прожив гималаях история когда я нашел то есть конечно знакомство с чашами было гораздо раньше девяностых годах начали девяностых не было чаша я думал что если такие не был звук не было интересно с ним общаться со временем я смотрел что ты в индии и однажды в непале меня попросили найти чашу я пошел по разным магазинам есть там такое место тоннель это был очень большой магазин назывался музей чаш я попробовал звук разный мне потом принесли чашу такую же позеленевшую немножко от времени видно было что она действительно старая такая черная чаша черного цвета вот и у него был уникальный звук очень интересный очень понравился но ценник был тоже весьма весьма пропорционально и возрасту но не моему карману и не смог я купить ее не стал но звук запомнил и спустя наверное так лет семь уже я в даронсале во время кобидов всяких даже до них еще немножко я зашел в другу к кашмирскому его магазин и просто пришел попробовать чаши которые у него просто пока мы там бери чай и удивился что звук уникальный такой как у той чаши который слышал непали потом спросила какая тебе цена на них такая-то цена меня это удивило потому что это был очень разумная цена зато качество который предлагал так и начал покупать у него чаши собрал коллекцию 6 чаш поиграл на них разные варианты ну вот а со временем эту коллекцию продал приехав уже в россию сейчас пока два года здесь ну и продав коллекцию объявление в авито осталось захотелось но поскольку был спрос люди все еще спрашивали поэтому объявление чаши я предложил моему другу николая который вы знаете сейчас учится у тибетского доктора там очень сложная учеба я знаю друзей которые учились на тибетских врачей в институте тибетской медицине при далайламе в городе дарамсал я предложил такой возможный заработок и с другой стороны чтобы у людей были тоже чаши такого качества по разумной цене с хорошим звуком с хорошей цены такая история сейчас бывают находки в других какие-то каких-то местах чаш их мастеров их материалов чаши бывают самая дорогая наверно было из 3 из 3 металлов толстыми стенами с уникальным звуком ну цена у нее конечно выше серебро очищенное серебро медицинское серебро вот стенки в 2 если не больше раза толще чем у стандартных чаш такого же размера цена процентов на на 60 больше чаша с гравировками мы не предлагаем потому что в принципе гравировки они ну во первых конечно они они с одной стороны делают чашу изящней красивый но не чеканка установим именно гравировка и с другой стороны они конечно делают цену в 30 процентов дороги всегда все готовы к этому я думаю много магазинов которые предлагают сейчас поэтому мы хотим предложить вот эти чаши которые не имеют гравировки но имеют хороший звук даже имея в магазине большой выбор чаш но надо выбирать дальше чтобы выбрать самое лучшее этим мы и занимаемся я очень благодарен музыкальному слуху николаю музыкант я тоже играл консерватории правда не знаю но на варгане знаете такой инструмент и пути есть и бурятии и манголии он даже есть в ржастане вот такой инструмент и вот ну в общем это была лирика давайте попробуем понять как играть на чашах и есть несколько вариантов игры все знают что чаш на чаши играют раскручиваю ее и давай сейчас мы это сделать чаши 18 с половиной сантиметров я не знаю точно где и делали вот не очень плотный звук когда чеканка видно как будут удары да на чаше видны что там есть вмятинки она начинает петь самостоятельно из чаши другого немножко вода где все это более вырезана да то есть обрабатывали и дальше и она имеет более плотное звучание звук у нас везде чистых чаши плотность звучания немножко разная в данном случае у меня в руке сейчас чаша вот такая среднестенная тонкостенными тоже не торгуем практически потому что звук у них не ровный для массажа не подходят чаша была универсальный потому что чаша которые то качество которому говорим она подходит и для массажа и для каких-то других уже музыкальных терапевтических экспериментов работы вот ну в общем как играть нас есть два вида стиков тоже три сейчас к сожалению нет третьего стика но я его обычно заменял руками у нас есть пальцы у всех в общем то этого достаточно то есть на концертах я играл пальцами удары не было слышно и чтобы самый известный способ игры на чашах раскрутка начали лучше ударить по ней быстрее происходить удаляем стиком это же все условность поэтому как вам удобно так и будете делать тоже ну вот я говорю как я делаю хамузи очень играть свое время людей вот ему ударяем и где-то вот есть кромка и вот верхние полтора сантиметра даже можно даже не полтора тут на сантиметру где тут мы ударяем где-то или по этой кромке переходу и выше и он звенит пока это продолжается мы пытаемся ее этот звук который получился раскрутить я могу сказать что нажатие должно быть неравномерно как бы эллиптическое то мы будем по кругу но другу тихонечку вводим да можно ускориться потом мы прижимаем стик к чаше прижимаем есть усилие есть такой звук если бы сейчас чаша была вода она бы закипела наверное потом это покажу отдельно это наверное самый популярный вид общение с чашей ну что можно еще сказать сейчас у нас чаша восемнадцать сантиметров здесь есть 25 11 15 17 сантиметров у нас есть большой стик давайте попробуем это сделать то же самое что получится немножко стал глубже не тут же ниже но я бы сказал что и такого размера стик небольшого размера а стики разумеется бывает тоже разные а зависит от дерева сейчас у нас очень хорошие стики хочется похвастаться потому что когда я покупал свой комплект стики были из легкого дерева и они резонировали то есть чаша дает вибрацию стик начинает прыгать и надо прилагать какой-то или особенное чувство чтобы вот он не давал дребезжание или больше усилия в любом случае было немножко сложнее сейчас очень хорошо что у нас есть такого качества стики стик третьего рода вот у нас два рода до граната палочка обернутая кожей да и здесь тоже и есть такие как палочки и сверху на ней помпончик такой это в основном они нужны для работы с большими чашами просто не от стика с помпончиком сейчас пока нету но с дорогими чашами с большими мы даем помпончики вот эти вот они иногда ломаются в дороге но его можно починить это все проще надо чем делать поцелу но с другой стороны помпончик заменять вполне палец давайте попробуем то же самое сделать вот пальцем да и зависимость от того куда мы ударяем по чаше вниз попробовать также палочка это сделать не слышно уже хочется переключиться на другого рода игру показывая это я случайно узнал об этом как-то бродя по непалу или я видел как мальчик в лавке где продает чашу показывал какому-то иностранцу клиенту игру и он поднес чашу к губам я смотрел на это и удивился что я совершенно не представлял что так можно играть не просто это да вот мы ударили поднесли чашу к губам вот увидите что мы делаем да это как бы а про себя и вау 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 такое но про себя да и чаша начинает резонировать с нашим разумеется можем делать больше вариантов почему мне это стало близко это похоже на игру на хамузе ну вот включается кадык да то есть и и мы где возможно дезонировать чаш надеюсь что звук будет тоже записано качественно где будет слышно разнообразие звуков которые получаются вот второй вариант игры третий пальцы я показал уже как они работают ну такой вариант он где полезен про играл на концертах играл самым известным ангольским музыкантом кто-то слышал есть такая группа ху они исполняют сейчас рок по всему миру монгольский рок и основатель этой группы это был преподаватель концерт в консерватории монгольской по клейте он сам делал инструменты очень известный музыкант его были считали лучшим музыкантом на то время и вот несколько лет назад мы играли с ним целую неделю концерт на хамузе он сказал это было очень ясно конечно кратку человек говорит о том что ты виртуоз и хочет записать это в альбом к сожалению мы не успели записать это вот но я согласен мысли почему я об этом начал говорить так или иначе вернемся вернемся к тому еще как играть на нескольких чашах не сразу приходит в голову многие расставляют по размерам да у нас сейчас есть пять чаш от 11 до 25 сантиметров я не разные то есть родным мастерами сделано сразу момент у нас когда только чаши из кашмира остальные не знаю трудно сказать кто это делал тоже в кашмире но мы не знаем просто качество разное то есть маленькая чаши до сантиметров она тоже работает и с ней тоже можно общаться прекрасно вот то что она резонирует на мою горло то о чем мы говорили сейчас перед этим я люблю это качество порой я именно так измерял качество чаши что она способна что она чувствительна что можно работать под этим резонансным вариантом и давно слышали то происходит то что есть чаши которые совершенно нет нет и и геометрия чаши разумеется разный фолмун это просто вот почему мы говорим полную чашу фуде это просто такой есть вид чаш геометрия чаш а какие материалы будут 35 данном случае вот пять металлов то есть насколько здесь металлов я к сожалению могу точно сказать и так 357 металлов большинство знают чаши мы хотим чашу 7 металлов есть чаши 9 металлов тонкостенные чаши делаются 9 металлов которые популярны они недорогие ну или даже дело не в цене просто нет тонкостенные они меньше весят они подходят для массажа но звук не всегда устраивает нас потому что в магазинах не могут люди отобрать чаши качества не хватает какого-то опыта музыкального слуха трудно сказать но и нам тоже почему-то сложилось так что у нас вот чаши я думаю что тогда чаши 5 металлов кашмерские чаши это 5 металлов в основном сейчас пробуем их видели наверное что последнее предложение это чаши которые блестят которых можно просто снова видеть свое отражение вот эта чаша несколько лет ну лет наверное это думаю 65 как она лежит в магазине вот и она уже потерял эту способность однако если взять там пасту горе что-то еще подобное будет уже блестеть наверно в этом смысл конечно эстетически приятно но надо понимать что все не постоянно нам трудиться тогда скабливать я смотрел московские магазины занимающиеся продажей чаши очень красиво потому что это блестит хорошо приятно смотреть на этот случай но к сожалению не можем все это сделать будем довольствоваться тем что есть радоваться